Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои подписчики. Я Роман Головин. Всех приветствую на канале о питании. И сегодня я хотел поговорить, когда люди длительное время что-то не едят. Что с ними происходит? Ну, допустим, человек отказался от мяса и лет 5-10 не ел. И вдруг по какой-то причине ему нечего есть или с кем-то поспорил или просто решил вернуться опять же таки. Когда он не выдержал, какой-то там криз был психологический, он решил опять резко начать есть мясо, например. Либо резко начать молочные изделия есть. Я даже могу на своем примере привести. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Если человек начинает резко опять есть мясо, то не могут быть проблемы опять со здоровьем, очень сильные причем вплоть до смерти. Поэтому, если вы что-то опять включаете в свой рацион питания, вы включаете понемногу. Немножко, съели чуть-чуть, смотрите, как организм реагирует. А может запор быть какое-то время. Больше воды пейте в этот момент, больше зелени есть, чтобы все легче переваривалось. В Турции давно и в Радовской странах были такие пытки. Человеку давали в течение двух недель с утра до вечера мясо, человек просто от этого умирал. Если бы вам давали бананы, либо яблоки в течение двух недель, вы бы точно не умерли. Так что задумайтесь, что вы едите дальше. Я долго сидел на растительном кипе питания. И потом в какой-то момент я пробовал делать эксперименты с молочными изделиями. И ев разные молочные изделия около двух недель, у меня надулась околоушная слюная железа. И естественно я понял, что мой организм уже не справляется с этим. Как я перестал опять есть, посидел на фруктах три дня, сразу эта опухоль ушла. Обычно сразу бежишь к хирургу через НЛЦОУ. Иногда даже операции делают, когда она не спадает от опыта. Потому что ни один хирург не скажет, а вы знаете, вам надо поменять тип питания, у вас все пройдет. Ну, до этого даже не додумается, потому что хирург, что главное, воспаление железы есть. Либо гормоны неправильно работают, либо какие-то конкременты камни образовались, закупорили протоки глушно-слиной железы и так далее. Естественно, ему самое главное, у вас положить на операционный стол и сделать операцию. Когда человек очень долго сидит на каких-то диетах, например, потом возвращается нормальный тип питания. Опять же, возвращаться надо потихонечку, постепенно. Если вы очень резко будете возвращаться на такой тип питания, у вас начнутся проблемы со здоровьем. И у вас реально проблемы будут. Желудочный сок не успевает выделяться. Печень не успевает выделять желчный сок и так далее. Желочь не успевает выделяться. Панкреатический сок не успевает выделяться. Микроорганизмы, которые сформировались в кишечнике, они тоже не успевают перестроиться. Психологически вы можете еще даже к этому не готовы. Поэтому, когда длительно сидите на каком-то типе питания, на диете, голодаете длительно. Очень-очень аккуратно, надо все медленно потом ходить обратно в нормальную жизнь, которая была у вас раньше. Либо что-то вы от чего-то резко начинаете отказываться. Не отказываетесь от чего-то слишком резко. Организм не любит резкого ничего. Что вы сразу в фитнес-зал пойдете, начнете заниматься резко. У вас все болеть будет. Что вы резко бросите есть животную пищу, перейдете на веганство, например. Либо что-то не ели долго, начинайте в больших количествах. Это есть у вас, даже может и аллергия появиться. Почему у некоторых маленьких детей, когда люди начинают давать апельсины, например, дали ребенку. Не ел, не ел, начинают давать апельсины. У него аллергия вылезает, прыщики. Приходите к врачу, и вам врач говорит, не надо, есть цитрусовые. Они плохо перевариваются в вашем ребенке, в вашем организме ребенка. И естественно, надо удалять. На самом деле, цитрусы, они очень большие чистильщики организма. И когда человек начинает пить без подготовки, например, какой-то сок свежевыжатый, такой концентрированный, настоящий, без разбавлений, ни компот какой-то, ни воду с соком, то у него может сразу резко начаться чистка. И начинаются вот эти прыщи вылезания, живот может болеть, потому что нет достаточного количества сопрофитной микрофлоры в кишечнике у человека. Привыкли, что гнильщики все время переваривают трупную пищу, там мертвую пищу, так называемую, переваренную мертвую пищу. И вот эти могильщики, которые накладывающие разлагают тела, также присутствуют в кишечнике в большом количестве. И запах хуже всегда от тех людей, кто в туалет ходит, кто очень много животной пищи ест. Когда человек длительно находится на растительном типе питания, нет такого запаха ни в туалете, ни от человека при поте не отходит. И так далее. То есть есть очень много нюансов, если сравнивать. На самом деле, речь сегодня не об этом. Все типы питания имеют право на жизнь. Люди, которые едят определенным образом, всегда нужно есть все понемножку, чтобы всего хватало, которые традиционно питаются. Естественно, кто не традиционно питается, он и пробовал, и на рационном питании находился, и не на рационном питании. Кто-то на среде не находится. Он сравнивать может. А люди, которые находятся всю жизнь на обычном питании, и когда начинают осуждать, вот, там вегетарианец, там никто, там питание неполноценное, врачи и специалисты какие-то, другие люди начинают критиковать. Вот. Какое-то среде не вообще дикие, сектанты какие-то. Люди не пробовали, вы не пробовали это, и вы не можете об этом говорить. Человек только может об этом говорить, который сидел долгое время на таком типе питания. Поэтому, кто не знает, что это такое, лучше нет смысла комментировать и говорить. Вот. Люди, которые осознанно это делают, они знают, для чего они это делают, либо для здоровья, либо для духовного развития. Каждый сам выбирает свой маршрут. Вот. Я же сегодня говорю, что нужно все делать без резких движений, иначе могут быть огромные проблемы у человека. Либо вы насмотрелись в каких-то видео, и вы думаете, что надо 3-4 литра в день пить воды. Врач сказал, 2-3 литра пить воды. Врачи сегодня традиционные, они далеки от понимания, как работает организм человека. Как их научили, так они и рассказывают вам. Мыслить они большинство не умеют. Если врач занимается самообразованием, помимо получения традиционного образования медицинского, если сейчас сам он еще занимается, самообразованием медицинским, какие люди, да, они понимают новые. Они чуть по-другому мыслят. А вот представьте, вам говорят, пейте 2-3 литра воды в день. То есть, вы любите супы, например, да, вы едите 2 раза в день минимум суп. Вы уже съедаете там литр минимума жидкости из этой супа, фрукты нам какие-то, еще там 500, уже полтора литра, да. Потом едите еще какую-то пищу, там компоты пьете, там и так далее. Еще получается там 2 литра. Плюс еще выше 2 литра должны воды выпить, уже 4 литра. То есть, уже организм перенасыщен. Или наоборот, люди, которые вообще не пьют воду, например, им очень тяжело длительно-длительно время. И потом, когда вы начинаете это пить, постепенно возвращаться к обычному рационное питание, вам становится все сложнее и сложнее. То есть, организм резко не может перейти. А чтобы вы резко не делали, особенно в больших объемах, это все чревато для организма человека. Будьте очень аккуратны. Реально у вас могут быть проблемы. Поэтому рекомендую. Если что-то непонятно, лучше записывайтесь на консультацию, спрашивайте, либо просто в каких-то комментариях пишите. Либо я отвечу, либо люди какие-то. Если это небольшие комментарии. Поэтому, особенно те, кто пытается перейти на голодание. То есть, сразу голодать длительное время, сухой голод. И считают, что если у человека появились какие-то заболевания, он резко должен голодать начать. То есть, это все может быть опасно для здоровья. Поэтому будьте бдительны, аккуратны. И желательно все делать заранее. Заранее переходить с одного типа питания на другое. Если что-то исключаете резко. Все-таки, наверное, резко не стоит. Потихонечку, потихонечку, осознанно. И психологически вы будете к этому привыкать. И организм будет привыкать. И микрофлора в кишечнике будет привыкать. И сам кишечник будет привыкать. Все-таки наш кишечник, он автономный орган. У него свой мозг имеется. Отдельно функционирует на головном мозге. Ученые уже доказали это. Что бы вы ни делали со своим питанием, сейчас очень много различных видов диет. Очень много суперумных специалистов, в кавычках. Пытаются говорить от имени каких-то ученых. Я сам занимался наукой. Знаю, как пишут диссертации. Большинство диссертаций за уши притянуты. И там ничего такого научного нет. Все эти диссертации, они просто выдуманы и высосаны из пальца на самом деле. И часть экспериментов, которые проводятся зачастую, не всегда являются адекватными и правомерными. Всегда должно быть эксперименты на человеке, длительное время проведенные. А не просто на животных. Но у животных все по-другому на самом деле работает. Хотя и ученые пытаются сравнить животные. Вот эксперименты с препаратами различными и так далее. Даже если там люди принимают, начинают какие-то различные лекарственные препараты, тоже надо быть очень аккуратными. При резком приеме могут быть проблемы со здоровьем. И так далее. И синдромы отмены бывают. То есть видите, все нужно делать плавно. Куда бы я ни пошел, что бы вам ни рассказал, все делается плавно, постепенно и медленно. Переход туда, обратно, без всяких резких движений. Опять же говорю, когда идете на йогу, там в зал идете, все опять же постепенно начинает на массаж ходить, начинаете плавать в бассейне. Потихонечку, потихонечку организм привыкает и потом все встает на свои места и все стабилизируется. Итак, заканчиваю эту видеолекцию. Всего вам самого доброго и увидимся в новых выпусках. С вами был Роман Головин. До свидания.